Уважаемые коллеги, для меня, как всегда, большая честь выступать на данном конгрессе. Название немножко странное, когда содержание обогнуло форму, потому что выяснилось, что в принципе долго то, что мы делали и спорили, выяснилось, что оказывается на финише всё оказалось, всё на самом деле не так и плохо. Дело в том, что в хирургии рака молочной железы на каком-то этапе дальнейшая эскалация хирургии уже не конвертировалась в улучшение количества жизней. То есть, зато, так сказать, выдавало большие проблемы в плане физического или психологического дискомфорта. Поэтому, понятно, если мы с хирургией не можем продлить жизнь, то, условно говоря, то, может быть, условно говоря, надо решать какие-то проблемы качества жизни. То есть, смена тренда с количества на качество. Это, соответственно, появление в арсенале хирургов уже не только отыскать мастектомии, но и органсохранных и рикосентин-нуклотических операций. Хирургия молочной железы становится более разнообразной и сложной. Это способствовало выделению с когорта онкохирургов в новую группу специалистов хирургов-монологов и, соответственно, организации в идее онкологических диспансерной страны онкологических отделений. До этого в мире доминировала концепция необходимости выполнения операций двух бригадных. То есть, приходят онкологи выполнять свой этап, далее намываются пластические хирурги и решают проблемы качества. Поскольку в 90-е годы в стране не было такой специальности пластическая хирургия, это позволило нам, мамологам, широко заняться выполнением реконструктивных операций. Высокая заболеваемость, а также хорошая отечественная школа как онкохирургии, так и научной школы. То есть, мы не только стали этим заниматься, но это, так сказать, очень быстро обросло наука, и, соответственно, очень быстро количество операций стало переходить в вид качества. Причём критерий качества операций теперь является не только артикальность хирургического лечения, но и окончательный эстетический результат. Только уже зайдя в перевязочную, вот глядя на такие снимки, сразу же ясно, что в данном случае эти пациенты копирировали не о немомологии. Вот слева – очаговая мастопадия, справа – фиброденома, по центру – это мастектомия. Причём это не какие-то глухие деревни, это достаточно солидные онкологические учреждения, но, тем не менее, отоперировали общий онкохирург. Стал увеличиваться спектр выполняемых операций нами. Сам факт выполнения орган-сохранной операции перестал быть самодостаточным, потому что треть подобных операций носила неудовлетворительный результат – появление понятия онкопластической хирургии. Как вы знаете, это концепция использования радиационных лоскутов, а также адаптированных к мастопексии и масторедукции для замещения дефектов после орган-сохранных операций. Онкопластическая хирургия позволила как увеличить показания к орган-сохранным операциям, так и улучшить их качество. Но, тем не менее, как вариант орган-сохранных операций, онкопластическая хирургия всё равно имеет свои показания противопознания. Всё равно будут пациенты, которым либо показаны, либо они сами будут выбирать мастектомию. А раз существует мастектомия, то будут актуальны различные варианты реконструкции. Будет одно-двухэтапная реконструкция – экспантерами, эмпантерами, лоскуты, липопилинг. С увеличением спектра спецификой операции появляется разница между общими хирургами-онкологами и хирургами-маммологами. Если индикативным показателем хирургов-онкологов это было общихирургическое осложнение, то есть первичное заживление, отсутствие кровотечения, нагноение, сером, ранняя выписка, то индикативные показатели удачи операций у хирургов-маммологов – это помимо, конечно, снижения общихирургических осложнений, но уже остальные важны. Форма, объём, консистенция, симметрия молочных желез, потому что это парный орган. А раз симметрия, то это значит выполнение симметризирующих операций на молочном железе, будь то мастопиксии, редукции, аггитации, липофилинг. Реконструкция грудни всегда начинается с реконструкции, а заканчивается статическая операция. Поэтому говорить, что мы должны заниматься так, как реконструктивными операциями, а дальше мы отправляем к генпластике, это в корне неверно. Это тоже часть нашей работы, что ещё больше увеличивает специализацию хирургов-маммологов и ещё больше отдаляет нас от общих хирургов-онкологов. Можно ли все эти вопросы решить только за счёт тандема с пластическими хирургами? В окончательном среде результат очень важен вклад именно онкологов. Я считаю, что в последнее время эстетика ликопутинных операций выросла как раз не за счёт пластических хирургов. Они, конечно, тоже стали делать операции лучше и моделирование и так далее. Но эстетика стала лучше именно за счёт онкологов. За счёт того, что мы стали сохранять кожу, заскувая лярный комплекс, префекторальный реконструктор, это целиком вклад онкологов. Потому что если онколог, условно говоря, станчит покровные ткани, то, понятно, о препекторальной реконструкции речи идти не может. Соответственно, то, что я говорил, доминировала концепцию необходимости выполнения двух бригад на онкологом и пластическим хирургом. И вдруг было удивительно, когда на одной нашей школе профессор Маурицу Наву сказал, что это хорошая опция, когда удаление груди и её реконструкция находятся в одних руках. Мы всегда считали, что мы плывём против течения, что, условно говоря, в появлении специальности логической хирургии мы как раз будем заниматься онкологией, а не двухклассикой. И вдруг именно, так сказать, всё, что мы делали эти годы, оказывается в правильном русле, и на финише мы оказались, в общем-то, не в последних рядах. Так, вот, концепция Брэй Соджинга. Когда первый раз о неё слышал? На одном из конференций у Маурицы Наву выступал хирург из Великобритании, и вот рассказал свою работу. Они посчитали количество клиник, хирургов и операций по реконструкции груди в стране. И посчитали, что это количество малое. Запустили некий национальный образовательный проект, в результате которого количество операций выросло, количество хирургов, выполняющих конструкции выросло, и количество операций выросло. То есть это был достаточно эффективный национальный проект. У нас как бы национального проекта как такового не было, но была разумная альтернатива. Международная школа нового классики в Казани, Москва Брэйс Митинг, Белый ночь Санкт-Петербурга, Академическая школа нового классической хирургии. То есть все эти мероприятия всегда сопровождали секции по реконструкции, во всех секциях была живая хирургия, плюс возможные курсы, циклы, мастер-классы, заживерные стажировки. Все, кстати, это очень неплохо, укладывалось в концепцию непрерывного медицинского образования, как говорил Нава, никогда не переставая учиться. Только сейчас это запускается, а мы этот путь проходили, условно говоря, последние 25-30 лет, как раз когда понемногу-понемногу осваивая новую специальность. И реконструктивная хирургия стала интегрированной частью хирургического лечения рака молочной железы. Очень для меня символично как раз наступать на данном мероприятии, потому что в начале 2000-х годов мы попали с докладом по реконструктивной хирургии на конференцию «Белый ночь» в Санкт-Петербурге. И чувствовали себя, наверное, как гопники на балете. Причем, как мы чувствовали, и нам также относились. По принципу, мы с раком боремся, а вы тут с пластикой, так сказать, лезете. И очень отрадно, что прошло не так много времени, и сейчас, условно говоря, ни одна конференция по раку молочной железы не проходит без секции по реконструкции реконструктивной хирургии груди. Не менее 80% российских регионов присутствует в реконструкции груди как таковая. И сейчас считается нормой не то, что хорошо, если клиника занимается реконструкцией, а то, что плохо, если она не занимается. Если посмотреть, поскольку мы давно этим занимались, были две волны обучающих. Первый, к нам поехали хирурги-онкологи. То есть те, кто считал, что в принципе в хирургии молочной железы две операции, секторальная резекция и мастектомия, ну вот сейчас мы поедем, еще научимся поставить экспандер или лоскут. Но на каком-то этапе стало ясно, что реконструкция не пересажена, удачно пересажена лоскут, или экспандер, который не вылетел, а несколько другие парамеры, как сказал, складки, симметрия, консистенция. И так сразу было деление. Тот, кто соскочил, и тот, кто продолжался. Но как раз хирурги-мамологи это те, кто продолжали эту концепцию дальше. И, так сказать, степень, качество нашей операции улучшали в последующем. В понятии хирург-мамолог как бы оба фразы ключевые. Ну, во-первых, хирург. Хирургия в лечении рака молочной железы не способ получения материала для патоморфолога и химиотерапевта. То есть однозначно неправильно снижать степень хирургии в лечении рака молочной железы до минимума. Это полноценная и самодостаточная составляющая комплексного влечения рака молочной железы. И, соответственно, хирург-мамолог. Почему? Потому что молочная железа принят в женственности и сексуальности. Женщина должна чувствовать себя комфортно в одежде. Результат не очень, но пациентка довольна. Я считаю, если руководство данными терминами, то это хирургическая неудача. Потому что хирург должен быть сам доволен окончательно косметическим результатом, а женщина должна чувствовать полноценную социальную и социальную жизнь. Качество жизни после нашей операции должно быть максимальный возврат в состояние до рака. То есть нельзя, так сказать, останавливать пациентку только из-за того, что она когда-то получила рак молочной железы и, соответственно, выпала из жизни как таковой. Хирург-мамолог, когда содержание обогнало форму, нет такой специальности, как хирург-мамолог. И, скорее всего, бог его знает, будет. Но есть специализированные отделения мамологии, хирурги, в которых оперируют исключительно грудь. Есть операции в перечне УМС и ВМП, в которых фигурирует исключительно молочная железа. Самая высокая заболеваемость, в принципе, не только среди женщин, а у нас, по-моему, в стране уже из популяции в целом, самый большой процент операбельности и резектабельности, самое большое количество операций в любом экологическом учреждении. Самое большое количество консеренций по молочной железе как по онкологии, так и по пластике. Но нет такой специальности, как хирург-мамолог. И вряд ли в обозримом будущем будет. То есть, когда я сказал, содержание обогняет форму, вот мы по факту вроде есть, но де-юра нас нет. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok